Сегодня день рождения самого известного бородача. И хотя услугами барберов и бородобреев он не пользуется, а некоторые не стесняются говорить, что борода у него из ваты, тем не менее именно ей он обязан своей популярностью. А еще он немыслимо щедр на подарки и желания. Словом девушки, мужчина мечты. Сегодня день рождения у Деда Мороза. Каков возраст знаменитого волшебника? Доподлинно неизвестно, но точно больше двух тысяч лет. В разные времена он был популярен под разными именами. Сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, а затем как персонаж сказок Морозка. А какой он наш югорский волшебник? И чем он собирается покорять детские сердца? Милана Поварницына поддалась обаянию бородача. Подай мне внучка шапку. Держите, да? И воду льдом сковывает, и узоры рисует, повелевает стужи, и ветром. Словом могущественный волшебник, таким он пристает в сказках. А в жизни у него не столь крутой нрав. Он весельчак и самый настоящий модник. Сапоги нужно полгода чистить, чтобы были красивыми. Кафтан пошить, сто метров ткани найти волшебной. Чтобы узорчики были красивые, нужно золотую нить. Ханты-Мансийск для своего поселения он облюбовал не просто так. Дедушка Мороз наш родной. Родился здесь, и в северных краях ему живется хорошо. После Нового года я обязательно хожу на зимнюю рыбалку. А кунька полови чучку там. Она вкусная жареная рыбка-то наша. Сейчас не время для отдыха, а самая горячая пора нужно дарить детям праздник. А это стало тяжелее, говорит сказочник. Хотя бы потому, что в дома уже не так просто попасть. Даже олени не выручают. И как сейчас с этими домофонами сложно приходить к детям. А еще дети стали меньше верить в сказку. Это огорчает дедушку. У него в сердце любви много. На всех хватит. Некоторые сомневаются. Даже бороду мою пытаются оторвать. А знаете, как это больно. Да, есть те, кто думает, что Дед Мороз не настоящий. Но только не в этом классе. Поднимите руку. Кто верит в сказку Нового года? Кто верит в волшебство? Какие волосы? И учитель тоже верит. Нина Смирнова еще ребенком с нетерпением ждала Нового года. Когда папа принесет домой живую елку. Ее украсят и сядут писать письмо. А утром под зеленой красавицей будет ждать подарок. И теперь она поддерживает у детей веру в чудо. И не важно, настоящий ли Дед Мороз. Ведь сказка Деда Мороза должна жить полностью в семье всегда. Нельзя ломать ни у ребенка, ни у взрослого веру в это чудо. А класс это тоже маленькая семья. Поэтому и послание зимнему волшебнику решили написать все вместе. Подготовились основательно. Подумали, что именно хотят получить. Я его попросил. Мне подводную лодку из Лего кое-какую. Я хотела у него попросить Майнкрафт на саду и Крипера. И я верю Деда Мороза. И я верю тоже разные чудеса хорошие. Он самый лучший дедушка на свете. Тем не менее, дети искренне верят в то, что подарки еще нужно заслужить. Он очень любит, когда дети, например, хорошо слушаются родителей. А ты слышала в этом году? Почти слышала. Каждый ребенок сможет отправить письмо Дедушке Морозу прямо в Великий Устюг, где находится его резиденция. По округу в центральных почтовых отделениях уже установили ящики для писем новогоднему волшебнику. Главное адрес указать верный. Еще неизвестно, сколько конвертов предстоит доставить в этот раз. Год назад дети Югры отправили сказочному волшебнику более двух тысяч писем. Наши детки очень хотят написать письмо. Они видят и очень радуются непосредственно тому, что они могут положить сами конвертик с письмом. Одно из пожеланий маленьких югорчан точно исполнится. Дети смогут встретиться с главным Дедом Морозом страны лично. Да и не только с ним. 8 декабря в Ханты-Мансийск со всей России приедут главные волшебники, их постоянные спутницы Снегурочки. Ох, что только с Дедушкой Морозом мы не приготовили для всех жителей. Это и праздники, и конкурсы, и соревнования. А именно сам Всероссийский свет Дед Мороза подразумевает под собой в первую очередь конкурсную программу, где выявится лучшая программа для деток, лучшая новогодняя программа для взрослых. И, конечно же, выявится, кто самый лучший и главный Дед Мороз, и главная Снегурочка. Ну, а 10 декабря Деды Морозы посоревнуются за волшебный посох. Словом, такого количества зимних волшебников и снегурочек Белый Свет еще не видывал. Мы вас ждем! Дринь! Милана Поварницына, Юрий Гурьев, Александр Шелдиков. Специально для программы «Больше чем новости». А ты ждешь Деда Мороза? Мы Деда Мороза ждем! Деда Мороза, Юрий Гурьев, Александр Шелдиков.